Доброе утро, дорогие коллеги. Раз вас всех видеть на нашем традиционном вебинаре, который происходит в этот прекрасный весенний день, хотя на фоне кровавой бани на развивающихся рынках. Как говорится, старожилы, конечно, припомнят и худшее, но фон достаточно интересный. И как раз в том числе это связано с действиями Соединенных Штатов, так что тема у нас вполне актуальна. Соответственно, во-первых, хочу поблагодарить наших коллег, которые способствовали распространению информации о вебинаре, в частности, Евгения Когана, широко известному всему российскому рынку как Биткоган, и поприветствовать коллег из Высшей школы экономики, которые тоже присоединились к нашему мероприятию. Соответственно, давайте начинать. Сегодня у нас будет вначале импульс-доклад, который сделаем мы с Анастасией Подругиной. Потом выступит наш приглашенный гость Марселя Робертовича Салихов из Института энергетики и финансов. И после этого к нам должен присоединиться представитель рынка Евгений Коган, уже упоминавшийся, и после этого будет открыто пространство для вопросов и ответов. Соответственно, надеюсь, что все пройдет достаточно компактно и радостно. Соответственно, наш доклад, который будет сегодня опубликован, и по которому сделана презентация, в его написании принимал участие Антон Прокудин, наш коллега из методологического отдела, который, к сожалению, по объективным обстоятельствам не может принять участие в нашей презентации. Но, как сказать, мы крайне благодарны за участие в написании доклада и в подготовке презентации. На этой радостной ноте передаю микрофон Анастасии Викторовне. На самом деле, добрый день, коллеги. Меня зовут Анастасия. На самом деле, вводное слово-то по поводу нашей презентации, наверное, все равно надо попросить сказать Антона. Собственно, у нас сегодня вебинар будет посвящен тому, прокатится ли мировая экономика на американских горках после вступления в должность президента Байдена. И, собственно, Антон, какое-нибудь вводное слово, и мы начинаем. Да, ну, собственно говоря, когда два месяца назад пришла к власти новая администрация, то было много вопросов по ее экономической политике, по политике в области экологии, по политике международной, в том числе, как бы, понятно, что у нас свой интерес. Соответственно, нас, понятно, интересует в первую очередь вопрос о санкциях и вопрос о взаимодействии с Соединенными Штатами. И, собственно говоря, вопрос, как все это повлияет на мировую экономику, особенно на фоне продолжающейся пандемии и замедления темпов вакцинации. Соответственно, с тех пор Байдену удалось провести законопроект двухтриллионный о поддержке американской экономики, который достаточно сильно способствовал росту сырьевых рынков и, в общем-то, скорее всего, поспособствует бурному росту американской экономики в этом году. С другой стороны, на страхах об инфляции резко выросли процентные ставки по американскому госдолгу и, скажем так, рикошет прошелся по всему миру. Экологические меры были приняты достаточно жестко и короткосрочно, но пока остаются вопросы. И, наконец, вот сейчас, буквально в последние два дня всплыл проект уже долгосрочный, а не разовый трехтриллионного пакета инфраструктурных и экологических инвестиций. В частности, совмещенный с повышением налогов и усилением мер по контролю за их собираемостью. Собственно говоря, можно сказать, что конфликтуя с Россией, американская администрация пошла тропой Мишустина в его бытность руководителем ФНС. Соответственно, и уже можно о чем-то говорить. Соответственно, наш доклад посвящен в каком-то степени успокоению и развенчанию мифов. В частности, мифа об больших инфляционных рисках от принятого пакета. Трехтриллионный пакет пока все-таки еще не принят. И более того, он будет размазан во времени. Поэтому, скорее всего, здесь об эффектах можно говорить. Ожидание от политики ФРС. Соответственно, о влиянии зеленого пакета на российскую экономику и экономику других сырьевых стран. И, наконец, про санкции. И у нас взгляд достаточно позитивный. То есть, будет весело и страшно. Это действительно американские горки. Особенно в этом году. Но, в общем и целом, то, что хорошо для Америки с точки зрения администрации Байдена, как ни парадоксально, хорошо и для развивающихся рынков, и для российской экономики. Но трясти будет сильно. Собственно говоря, сейчас, опять же, возвращаю микрофон Анастасии Викторовне. Собственно, коллеги, давайте начнем с краткого обзора вообще макроэкономической ситуации в США. В данный момент в Штатах, как и в большинстве других развитых и развивающихся стран, происходит некоторое восстановление спроса на уровне, на фоне вакцинации. Темпы вакцинации увеличиваются в Штатах. Ну и поэтому, понятно, восстанавливается спрос, восстанавливается промышленное производство. Постепенно восстанавливаются потребительские расходы. Здесь надо отметить, что на реальных располагаемых доходах домохозяйств карантин отразился позитивно. Ну, не сам карантин, а, естественно, выплаты, которые были совершены. Вот здесь на графике можно видеть, что реальные доходы выросли. И сразу же вот здесь можно видеть, как они выросли в первый момент с введением карантина. Ну и, соответственно, видно декабрьский пакет Трампа. Это следующий пик располагаемых доходов. Уровень безработицы упал относительно рекордной вот этой вот огромной величины, которая всех ужасно напугала. упал до 6,3%, но понятно, что допандемийный уровень он достигнет не скоро, потому что все-таки ограничения сохраняются, сохраняются какие-то ограничения на сферу услуг. И в любом случае говорить о полной занятости в текущих условиях невозможно. И мы еще с вами об этом скажем, о достижении полной занятости в текущих условиях. Внешне экономические операции восстанавливаются. И экспорт-импорт на допандемийных уровнях. И понятно, что происходит падение сальдо счета текущих операций, вполне характерное для конкретной ситуации для США. В основном это происходит за счет увеличения американских обязательств в руках у иностранцев. Фискальный ответ на пандемию в Штатах был беспрецедентно велик. Многие даже экономисты называют это некоторым поворотом вообще всей американской политики с учетом огромного размера социальных расходов. И говорят о том, что в будущем вообще возможно средний размер социальных расходов в мирное время будет повышен. Здесь вы можете видеть на слайде, соответственно, 7 пакетов, которые были приняты в 2020 году. Они составляют около 4 триллионов долларов. Это около 20% от американского ВВП. И, соответственно, новый пакет Байдена, который он запланировал еще до того, как он стал президентом, и который недавно был все-таки принят, правда, в слегка сокращенном виде, он составляет еще 2 триллиона долларов. Это еще 10% примерно от ВВП. То есть около треть американского ВВП составил фискальный ответ на пандемию. При этом следует сказать, что первоначальная версия пакета Байдена была больше, обширнее и быстрее. После обсуждения пакет претерпел некоторые изменения и, скажем так, облегчился в смысле инфляционного давления. Отложилось повышение МРОД. Ну, сейчас оно вообще убрано с повестки, но понятно, что в какой-то момент это все-таки произойдет. Но это не вопрос ближайшей пары месяцев. Повысилась верхняя планка объема доходов для социальных выплат. Да, ну, здесь не важны детали. Важно, что сейчас речь идет о меньшем количестве денег, медленнее, чем было раньше. Ну, и, соответственно, инфраструктурный пакет в процессе подготовки презентации еще, как вы видите, был в процессе подготовки. Но, соответственно, мы уже знаем про него немножечко больше. Антон про это уже пару слов сказал. Вот. И, ну, это, соответственно, тоже беспрецедентные фискальные меры, которые, в общем, направлены на ускорение восстановления экономики. Ну, и по прогнозам, что-то около 6-7% экономического роста в Штатах можно ожидать по итогу 2021 года. Вот. Соответственно, что касается новой монетарной политики ФРС, то инфляционный таргет был изменен. Не в смысле числа, да, а в смысле среднего значения. То есть ФРС приняла решение о том, что инфляционный таргет должен быть 2% в среднем, не максимум, да, не около 2%. А если был какой-то достаточно длительный период инфляции ниже 2%, то теперь ФРС может допустить достаточно длительный период инфляции выше 2%, чтобы в среднем получилось 2%. Это определенное смягчение монетарной политики, да, смягчение таргета и в совокупности с количественным смягчением, которое проводилось в качестве ответа на пандемию, и скупкой казначейских облигаций и корпоративных бумаг. Ну, собственно, нынешнюю монетарную политику ФРС тоже можно назвать беспрецедентной мягкой. Скупка казначейских и корпоративных бумаг в некотором смысле, ну, казначейских в меньшей степени, корпоративных в большую, вызывала некоторые опасения, потому что объемы скупки были очень велики, но по итогу 2020 года, в общем-то, оказывается, что корпоративных бумаг на палансе, корпоративных бумаг с рейтингом на грани инвестиционного, их, в общем-то, оказывается не так много. Собственно, опасения инфляции, которые вызваны в первую очередь двумя вот этими факторами. Это инфляционный пакет Байдена, да, то есть здесь это все основано на оценках гэпа фактического ВВП, разрыва фактического ВВП и потенциального, и разговоров о том, что пакет Байдена, он даже по самым консервативным оценкам даст эффект в большем размере, чем вот этот вот существующий гэп. И второй момент – это новая, ну, скажем так, новая монетарная политика ФРС. Мы считаем, что опасения инфляции слегка преувеличены в том смысле, что инфляция, конечно же, мы ее увидим в ближайшее время, в первом-втором квартале. Во-первых, из-за эффекта низкой базы в прошлом году, в 2020 году, в это время, инфляция была очень низкая, поэтому, естественно, сегодня, да, когда мы смотрим инфляцию по отношению к 2020 году, мы увидим заметный достаточно результат, связанный просто с тем, что в 2020 году инфляция была очень маленькая. Это, во-первых, во-вторых, какую-то, ну, инфляцию, может быть, в 3, может быть, даже в 4 процента мы увидим, но это, скажем так, не что-то, что сможет сокрушить американскую экономику. Вот, собственно, опасения преувеличены, почему мы так считаем, потому что в основе ИПЦ, который традиционно рассчитывается для США, это индекс потребительских цен для городских жителей, лежат 5 основных составляющих, это еда, жилье, медицина, энергия и услуги. Он рассчитывается тоже на основе структуры потребительских расходов. И в данный момент на жилье, медицину и услуги инфляционного давления не оказывается. Жилье дешевеет по всей Америке, ну, за исключением там некоторых мест, медицина контролируется и тоже не дорожает, цифровые услуги дешевеют просто в принципе. И я бы еще добавил, под жильем, понимается, не жилье, покупка жилья, там как раз все прет, а аренда. И там, в общем, фактически из этого рынка выпустили пар, то есть, да, он будет восстанавливаться. Но, опять же, самые дорогие и самые массовые рынки, они происходят перетекания. То есть, вот то, что сейчас наблюдается, что, условно говоря, знакомые нью-йоркские банкиры перебираются в Сан-Эшвиль, город без происшествий, где как бы рынок стоял годами, сейчас упал, сейчас будет немножко подыматься, но при этом Нью-Йорк и Сан-Франциско оказались под сильнейшим давлением. Поэтому даже чисто статистически инфляционная составляющая в жилищном секторе будет слабой. С медициной то же самое, из-за пандемии и бюджетных ассигнований оказалось, что за больных платит король, плюс очень многие люди сократили посещение медицинских учреждений именно из-за пандемии. С одной стороны, отложенный спрос, с другой стороны, этот отложенный спрос во многом будет покрываться страховками и компенсироваться, условно говоря, не ростом цены, а ростом объемов. Вот то, что пишут и комментируют. Поэтому надо понимать, что да, например, продовольствие и товары будут расти, и, собственно говоря, именно поэтому, например, российская инфляция оказывается под большим давлением, ну, как бы через импорт. Но при этом американская инфляция для городских жителей, она будет на достаточно приличном уровне. То есть дальше вопрос, насколько хорошо составлены инфляционные индексы, это вечная тема, но важно понимать, что когда мы смотрим, что вот, так сказать, получили эти, как теперь стали называть жаргонное словечко, появилось ли этих выплат стиме, 1400 долларов, соответственно, вот пошли данные от розницы, что активно на эти деньги покупают оружие и разного рода развлекуху. Вот самые частые, как это сказать, расходы. Ну, как бы оружие понятно, развлекуха тоже понятно. И это не выплескивается на товарный рынок, как это ожидали. Да, про отложенный спрос на медицинские услуги еще хочу добавить, что этот спрос, он отложенный, но он не рванет в какой-то момент, потому что пандемия не закончится по щелчку пальцев, и ограничения будут сохраняться еще долгое время, может быть, в меньшем объеме, но в один момент этот отложенный спрос не будет реализован. Что касается зеленой энергетики, здесь, соответственно, тоже у Байдена кардинально другой курс, отличный от политики Трампа. Здесь вот на графике можно видеть, каким образом преобразилась добыча сырой нефти во время президентства Дональда Трампа. Видно, что США вышла на первое место, но, соответственно, с президентством Джо Байдена эта тенденция, ну, закончится, не закончится, сложно сказать, но определенно такого внимания нефтяному сектору он еще в ближайшее время не получит такого внимания. И зеленая, собственно, программа Байдена сосредоточена на том, чтобы снижать выбросы, снижать добычу нефти, вероятно, многие из зеленых мероприятий будут финансироваться за счет углеродного налога. И некоторые эксперты прогнозируют начало нового нефтяного суперцикла, то есть повышение... США, последующие из первого, продление санкций в отношении Ирана, то есть некоторые ограничения предложения со стороны Ирана, ну и продолжает действовать сделка ОПЕК+, Ирана, которая, соответственно, также ограничивает некоторое предложение нефти. Вот, собственно, в краткосрочном периоде это, конечно, положительно скажется на государственном бюджете России, а в долгосрочном периоде это можно считать некой долгосрочной опасностью для России. Что касается, возвращаясь к монетарной политике, да, также мы можем вот сейчас особенно хорошо видеть, за последнюю неделю с подготовки презентации этот момент приобрел особенную актуальность, это рост доходностей, рост доходностей казначейских облигаций в Штатах и последующая реакция российского рынка на это. Собственно, с начала 2021 года в Штатах наблюдается рост доходностей, причем и доходности десятилетних облигаций, в первую очередь долгих бумаг, вот вы видите, спред десятилетний минус двухлетний растет примерно с той же скоростью, и растет также и спред корпоративных облигаций, да, то есть повышаются все долгие бумаги, все более рискованные бумаги. В первую очередь это, конечно, связано с инфляционными ожиданиями рынка из-за восстановления экономики, из-за фискального пакета Байдена, из-за новой монетарной политики, то, о чем мы говорили. Соответственно, вот я думаю, что Антон прокомментирует прошлую неделю доходности, что случилось с доходностями за прошлую неделю. Здесь мы здесь с доходностями, то есть вопрос случилось где, потому что в Соединенных Штатах за прошлую неделю доходности действительно подросли на разного рода, скажем так, панике, связанной с тем, что Федеральный резерв выступил слишком мягко на взгляд наблюдателей и вообще, что называется, хотелось продавать, плюс ушли иностранцы. Но, например, на этой неделе, наоборот, после того, как возникла паника на развивающихся рынках, соответственно, трежерис пошли назад, что всегда бывает, и в состоянии рисков мы уже, я думаю, увидим в ближайшее время определенный откат. Соответственно, рынок пока переваривает как двухтриллионный пакет Байдена первый, Байден один будем его называть, так и трехтриллионный пакет, который обсуждается. Что можно сказать, что в отличие от Байденовского первого пакета, который чисто за счет расширения долга и мер монетарного стимулирования, второй пакет будет за счет уже заявленного повышения налогов для многозарабатывающих граждан, повышения корпоративного налога, что на самом деле более важно. И, наконец, то, на что обращают мало внимания, это законопроекты о усилении финансирования налоговых органов и о ужесточении практик взыскания. То есть в каком-то смысле Россия задает мировой стандарт в деятельности налоговых органов, и даже, как сказать, официальные недоброжелатели все равно идут тем же путем, но в основном от безысходности. То есть здесь, во-первых, пакет будет размазан во времени, около пяти лет, во-вторых, он, условно говоря, будет больше соответствовать ГЭПам следующего периода, то есть его инфляционный эффект несколько преувеличен. Но, опять же, сначала закон нужно принять, потому что, например, если бы в законе, который был уже принят, было повышение минимальной зарплаты, соответственно, инфляционный эффект был бы значительно больший. Но этот вопрос отложили. Так, тогда давай будем завершать и уже… Что? Да-да-да, сейчас. Дальше. Да. Собственно, да, вот здесь у нас в рамках нашего отчета подготовлена некоторая модель относительно американской инфляции, и которая показывает, что американская инфляция в первую очередь носит немонетарный характер. Здесь подробнее с расчетами можно ознакомиться в докладе, который будет опубликован. Пока продолжаем. Собственно, дальше у нас будет небольшой разговор про кредитное качество. Бюджет США остается дефицитным, и, собственно, в данный момент расходы бюджета, соответственно, ну, они растут, понятно, но пока критичного нет. Специальный вебинар в прошлом летом, как бы во многом эти темы пересекаются, про ситуацию с американским госдолгом и с бюджетной структурой. Да, американский федеральный бюджет достаточно жесткий и ригидный, и налоги снижать легко, повышать сложнее, и, собственно говоря, если у Байдена получится, и это будет действительно большим политическим подвигом, который возможен, потому что, как в известной детской страшилке, дедушка старый ему все равно, вот, то удастся каким-то образом компенсировать. Но при этом, если мы посмотрим на риски, то высокие процентные ставки для бюджета американского будут, что называется, ножом по сердцу, поэтому, скорее всего, федеральный резерв будет достаточно мягок даже в ближайшие годы. Нельзя списывать политические факторы, в частности, то, что у Пауэлла предстоит переназначение, и, собственно говоря, то есть все понимают, что долг будет расти, но долг при низких ставках и долг при повышающихся ставках – это две очень большие разницы. Смотрим на ту же Японию. Поэтому, да, эти риски есть, да, ситуация неоднозначная, но при этом, скорее всего, мы, как сказать, не будем воспринимать это как… И, соответственно, инвесторы действительно обеспокоены, но об этом, может быть, так сказать, прокомментирует больше Евгений. Да, ну, соответственно, вот что еще можно добавить, что процентные расходы пока в норме, поэтому пока, конечно, есть некоторая нагрузка на… ну, в отношении процентных ставок, которые должны оставаться на низком уровне, но пока еще вот так. Так, хорошо, собственно, ну и наш the most hot topic – санкции в отношении России. Собственно, сейчас Россия находится в ожидании нового санкционного пакета, который, по идее, должен быть введен в течение трех месяцев после предыдущего. И понятно, что наиболее опасная мера, которая может в этом санкционном пакете присутствовать – это мера в отношении российского госдолга. К остальным мерам в существенной степени российская экономика адаптирована, ну и, соответственно, к санкциям в отношении российского госдолга в некоторой степени тоже. И существенный вот этот санкционный риск, он в премию, соответственно, российских бумаг по отношению к более надежным бумагам он тоже заложен. Ну, соответственно, Антон? Да, ну, собственно говоря, опыт последних лет показывает, что ожидание санкций значительно, как сказать, хуже, чем те санкции, которые в итоге вводятся. То есть вот как в детских страшилках, моя любимая детская страшилка, анекдот «А про жабу будет?», когда все время один детсадовец у другого спрашивал, будет ли про жабу, ему говорилось, что нет, не будет. А потом в какой-то момент говорилось «А там жаба?», и в этот момент он кричал «Ой, боюсь, боюсь». Вот примерно так происходит и с санкциями. То есть если мы посмотрим на 2018 год, на санкции, которые вводились в 2020, реально с тем же госдолгом есть достаточно мало возможностей для эскалации, поэтому эти меры, скорее всего, будут вводиться достаточно медленно. И то, что мы видим распродажу сейчас, это скорее реакция очень нервного рынка. И то, что в разнос пошли все развивающиеся рынки усиленно у нас, выход нерезидентов, ожидание роста процентных ставок со стороны Центрального банка, нежели то, что действительно кто-то в курсе, что задумали конкретные должностные лица в Госдепе и Минфине США, что это скорее слухи, а не знания. Понятно, что исключать ничего нельзя, но, с другой стороны, инструментарий для поддержания рынка в случае атаки на него есть. Госдолг в России маленький. Собственно говоря, мы, посмотрев на текущую ситуацию, об этом будет сказано в конце нашего мероприятия, задумали, переменили тематику, и следующий вебинар будет про как раз ситуацию с российским госдолгом во всех его многочисленных разрезах. Но, так сказать, можно сказать спойлер, что краткосрочно может быть больно и очень неприятно, но в целом низкий уровень долга и большое количество резервов помогают. Хуже, когда у развивающегося рынка, например, в Аргентине и в еще большей степени в Турции, достаточно высокий уровень долга, плохая валютная составляющая и относительно низкие резервы. Собственно говоря, да. Так, ну, собственно, на самом деле... И прокомментируйте наш импульс-доклад, то есть вот с точки зрения... С другой точки зрения, да. Марсель? А, я извиняюсь, коллеги, я прослушал, да, было что-то. Сейчас. А можно мне включить демонстрацию экрана? Так, да. Дать, ага. Да, сейчас организатор даст полномочия. Да, спасибо. Видно, да, все. Уважаемые коллеги, спасибо большое за приглашение принять участие в этом мероприятии. Вот, мне кажется, был очень интересный доклад, вот, и я думаю, все смогут с ним ознакомиться. Вот, он охватывает, в принципе, основные какие-то идеи и темы, которые сейчас обсуждаются касательно экономики и касательно той ситуации, которая есть на рынках. Я, собственно говоря, хотел остановиться на трех вещах. Часть из них, она упоминается в докладе, но, собственно говоря, коллеги об этом сегодня не говорили, но, в частности, по поводу энергетической политики Байдена и что это означает для России. Вот, а с другой стороны, я бы хотел подискутировать с некоторыми тезисами, которые Антон и Анастасия сегодня представили, и это вот в первую очередь по поводу инфляции и связи с денежно-кредитной политикой, и, собственно говоря, там, что означает вот новый трехтриллионный инфраструктурный пакет Байдена, там, да, с точки зрения процентных ставок. И, собственно говоря, я согласен, так сказать, с тем, что, ну, вот, скорее нужно смотреть оптимистично на картину, но, на мой взгляд, все равно есть такие существенные риски, которые могут, ну, реализоваться, и в случаях реализации последствия могут быть достаточно негативными. Почему? Ну, если мы вот посмотрим на какие-то традиционные учебники экономической теории, которые нам известны, да, то в целом, естественно, мягкая денежно-кредитная политика, она должна приводить к росту инфляции. И это, собственно говоря, такой conventional wisdom. Но если мы посмотрим на то, что происходило там с инфляцией в последние 10 лет, она оставалась очень низкой, да, нулевые процентные ставки, количество наслабления и так далее, и так далее, и все равно инфляция остается низкой. И, соответственно, это вот, ну, если мы экстраполируем то, что происходило в последние 10 лет, то, разумеется, конечно же, рост инфляции ожидать не стоит, да, там, я согласен с теми тезисами, которые, на которые указывали Антон с Анастасией. Но если мы посмотрим на более длинную картину, да, то есть вот как раз тот же график с инфляцией стандартной американской, вот, но за последние 70 лет, да, и известный пример рост инфляции в 70-е годы, да, то есть был скачок инфляции, когда инфляция в американской экономике вышла из-под контроля. И это происходило как раз после, ну, такого успешного периода 60-х годов, когда инфляция была, там, в пределах 2%, даже меньше, вот, а потом вышла на уровень, там, 10-12-14%. Отчасти это происходило по каким-то, там, шокам с точки зрения цен на нефть, но это в том числе и последствия, там, решений в экономической политике, которые тогда принимались. Поэтому, собственно говоря, то, что, ну, там, за последние 10 лет все было хорошо, это не говорит о том, что в дальнейшем, да, все так же сохранится. И что вот меня волнует, это, ну, собственно говоря, все такая растущая популярность, ну, такого нового экономического взгляда, да, там, в стиле современной, там, денежной теории, что долг, в принципе, не имеет значения, каких-то ограничений на его размер нету, и, в принципе, надо заимствовать и все тратить. И это, собственно говоря, ключ к экономическому процветанию. Ну, мне кажется, все же с этими аргументами есть проблема, вот, и проблема, она заключается в том, что, ну, как сказать, да, проценты ставки остаются низкими, пока они внезапно не становятся высокими, да, инфляция тоже остается низкой, пока она внезапно не выходит из-под контроля. И, ну, для меня проблема представляет то, что вот как раз вот те, те там обсуждения, которые происходят там, там, среди, ну, там, администрация, Конгресс США и так далее, да, что все сводится к тому, что давайте примем еще один пакет, давайте еще потратим, и, собственно говоря, все будет хорошо. Да, и это приводит к тому, что, ну, в целом сейчас, там, дефицит США, долгосрочный какой-то структурный уровень может перейти, там, на уровень 10% в ВВП ежегодно, да, по сравнению, там, с пятью, которые мы были в последние, там, 10 лет в среднем. И это, ну, собственно говоря, проблема, да, там, жить с таким дефицитом длительно, ну, долгое время невозможно, и, соответственно, должен быть все равно какое-то понимание и понимание у рынка о том, что дефицит будет сокращаться, да, ну, и аргумент такой, который сейчас используют часто ФРС, о том, что инфляционные ожидания остаются заякоренными, поэтому, собственно говоря, никаких проблем нет. Но тоже, да, инфляционные ожидания, они остаются заякоренными, если экономические агенты верят в то, что ФРС будет готова действовать при росте инфляции. Если происходит обратное, то, собственно говоря, да, заякоренные инфляционные ожидания, они не являются данностью, да, там все может измениться. Это, собственно говоря, первый момент, о котором я хотел рассказать. Вот, а второй момент – это касательно всех разговоров про суперцикл, которых сейчас очень много, которые сейчас, да, там все это обсуждают и так далее. Несколько, ну, вот, инвестбанков, в частности, JP Morgan, Goldman Sachs, они, ну, являются такими идеологами, да, и основными продвигателями этой идеи. И какие здесь аргументы? Ну, аргументы за это в том, что можно ожидать вслед всплеска экономического роста на фоне окончания пандемии восстановления экономики. И если мы ожидаем мягкую денежно-кредитную политику в развитых странах, которая будет сохраняться долго, плюс дополнительные бюджетные расходы, все это создает спрос на сырье, и это, собственно говоря, будет приводить к росту цен на сырьевые товары. Ну, и, собственно говоря, есть идея о том, что вот этот такой цикл, он может быть замкнутся по мере того, как инвесторы будут хеджировать растущую инфляцию, дополнительные вложения в комодитис, и, собственно говоря, да, это будет раскручивать вот эту такую спираль роста цен на сырьевые товары. Мне кажется, что есть проблемы с этим аргументом, я не являюсь сторонником идеи суперцикла, потому что, если мы посмотрим на все последние периоды такого суперцикла, они все связаны были, ну, с серьезным ростом экономическим и с ростом спроса на товары, да, там, ну, вот последний суперцикл был связан там с ростом китайской экономики и превращением, да, ее ведущую экономическую державу. Для того, чтобы верить в следующий суперцикл, нужно верить в то, что существует какой-то очень сильный драйвер, который может, ну, не просто восстановить экономику, да, после пандемии, но и двигать ее на протяжении, там, последующих десяти лет. И, ну, каких-то драйверов с точки зрения спроса и с точки зрения прям вот какого-то очень сильного экономического роста, на мой взгляд, не просматривается. Если мы поговорим про, ну, про вот цены на нефть и ситуацию на рынке нефти, то мы увидим, что, ну, то восстановление спроса, которое сейчас происходит, оно является достаточно таким нестабильным. Да, есть отдельные сегменты, ну, там, да, наиболее такой стандартный пример в этом смысле, это рынок авиаперевозок, который не восстановился и не очень понятно, да, когда это восстановление может произойти, да, там, то ли это будет какой-нибудь 24-й год, то ли 25-й, но это явно не ближайший год-два. И это создает ограничение на рост спроса на нефть. С другой стороны, у нас также сохраняются избыточные мощности в ОПЕК, плюс в России в том числе, да, то есть есть огромный запас мощностей, которые сейчас выключены, которые сейчас не работают, на которые могут вернуться на рынок. США также имеют возможности восстановить, увеличивать добычу. Кривая себестоимости для новых проектов по нефти выглядит такой достаточно плоской, да, в пределах, не знаю, 15-20-25 долларов за баррель с точки зрения там полных издержек. Поэтому, собственно говоря, идея о том, что мы можем вернуться там к нефти по 100 долларов, она выглядит, конечно же, очень заманчивой, но я думаю, что все-таки это такой малореалистичный сценарий, а то, что мы увидим в ближайшие там 5 лет по нефти, мне кажется, это скорее такой долгосрочный диапазон в районе там 45-55 долларов за баррель. И мне кажется, что те аргументы, которые существуют за суперцикл, они скорее более релевантны для металлов, нежели для энергоносителей. И третий аспект, который вот в докладе был тоже представлен, но который мы обсуждали, это что касательно энергетической политики и инициатив, которые продвигает новая администрация. И, на мой взгляд, если какой-то привести основной тезис, то, на мой взгляд, все, что делает администрация Байдена с точки зрения энергополитики, это очень выгодно для России. Потому что что происходит? Вводятся различные ограничения для сланцевой добычи. Пока они, так сказать, временные и не очень принципиальные, но, тем не менее, вектор есть. И в ближайшие несколько месяцев администрация собирается разработать некий углеродный налог и ввести его, и так далее, и так далее. С другой стороны, мы видим, что происходит такое стимулирование экономики новыми расходами, новыми антикризисными пакетами. Это ускоряет экономику, создает дополнительный спрос, создает дополнительную инфляцию. И мы видим рост цен на нефть, и рост цен, который наблюдался в последние месяцы, мне кажется, это в том числе некая рефлексия на те ожидания по поводу вот этой политики. Если, так сказать, сделать дайджест политики новой администрации, то, по сути, это мы вводим ограничения на предложение, но при этом стимулируем рост. Поэтому, да, цены в районе 60 плюс 70 долларов за баррель – это прямое следствие вот этих решений. Если мы посмотрим на какие-то более долгосрочные последствия, то, что называется Green New Deal, то основной аспект делается на дополнительные инвестиции в возобновляемые источники и достижение такой вот, то, что у них называется стопроцентно чистая электроэнергия. Это все хорошо, но, с другой стороны, это мало что означает для рынка нефти, потому что рынок нефти – это транспорт, а те планы по переводу федеральных служащих на электротранспорт – это выглядит все очень прекрасно с политической точки зрения, но мало что означает с точки зрения фактических показателей спроса, потому что эти цифры очень незначительные. Поэтому все, что, на мой взгляд, сейчас делает администрация, это, в целом, скорее отвечает российским интересам, вот выгодность с точки зрения цены, выгодность с точки зрения того, что создаются дополнительные ниши, дополнительные возможности для увеличения экспорта. Соответственно, отчасти вот это такое проинфляционные последствия с точки зрения цен на нефть, мне кажется, администрация понимает, и, собственно говоря, снятие санкций и ведение переговоров с Ираном – это некий возможный вариант балансировки своих внутренних решений. Потому что, да, то, что мы делаем внутри, оно приводит к росту цен, но мы можем договориться с Ираном, и Иран увеличит добычу, и, соответственно, это сбалансирует последствия нашей внутренней политики. Но если мы посмотрим на то, как происходят сейчас переговоры Ирана и США, то, на мой взгляд, каких-либо результатов нету, вот никто не готов идти на уступки, администрация на своей позиции, иранцы на своей, вот, и какого-то прорыва ожидать не стоит. Поэтому снятие санкций, возможно, и произойдет, но не стоит ожидать этого прямо вот в ближайшее время. В принципе, на этом все, что я хотел сказать. Спасибо большое еще раз за приглашение и за интересный доклад. Спасибо большое. А сейчас, так сказать, передадим слово от ученого сообщества представителям рынка. Соответственно, Евгений Борисович, вам слово с финансовых путей, можно даже так сказать. Добрый день, друзья. Но первое, что я хотел сказать, я очень извиняюсь, я, к сожалению, вообще не в курсе, что вы говорили до этого. У меня были проблемы со связью, поэтому, Антон, вы, пожалуйста, огромная просьба, задайте мне конкретные вопросы. Значит, конкретный вопрос. Мы говорили, собственно говоря, с теоретической точки зрения, с точки зрения, а в докладе еще это более высоко научно, и разные, как это сказать, модели профессоров таких-то. Значит, более прикладная вещь. Соответственно, рост американской инфляции и рост процентных ставок. Насколько это устойчиво, и может ли случиться то, что, как бы, ситуация с американским госдолгом пойдет в разнос. Соответственно, с точки зрения науки и классических учебников, риск есть, но невеликий. С точки зрения современных веяний, инфляция это бумажный тигр, она вовсе не страшна, но при этом с января рынок ушел, можно считать, на полпроцента для американского госдолга. Это очень много. Соответственно, как это видится с точки зрения практика побитого в боях? Я бы даже сказал побитого неоднократно. Мне интересна моя точка зрения, поскольку я не слышал ваше, насколько она будет отличаться. Мое мнение следующее. В действительности, то, что происходит, абсолютно беспрецедентно. И, знаете, рынки больше всего волнуются от неопределенности. Для рынков самая страшная вещь – это неопределенность. Знаете, если вы пообщаетесь с любым аналитиком, он в любое время дня и ночи, в любом году, который вы только знаете, скажет, что всегда есть состояние неопределенности. За это я ненавижу аналитиков. Но это отдельный разговор. А что касается сегодня, сегодня даже такому человеку, как я, который 30 лет этим безобразием занимается, у меня самого немножко едет крыша. В каком плане? Я прекрасно понимаю, что то, что происходит, не просто беспрецедентно, а это путь в бездну. Почему? Потому что инфляция, естественно, вырвется. И успокаивает себя свадкими мантрами на тему, что, ребят, все будет хорошо, все под контролем. Ну, Пау и может, у него работа такая. Что будет дальше? Ну, смотрите. Они попытаются, если ситуация начнет выходить из-под контроля, выкупать какие-то участки кривой доходности. То есть, иначе говоря, печатать еще больше, контролируя кривую доходности. Это путь, опять же, в тупик. Мы это прекрасно все с вами понимаем. Это первое. Второй момент. То есть, рост долга. Естественно, что долг будет расти, потому что, во-первых, будут расти затраты на обслуживание этого долга. Потому что волей-неволей рынок будет таргетировать бумаги все ниже и ниже, и, соответственно, доходности будут выше. Второе. Потребности дяди Сэма только растут, и аппетиты только растут. И если ты хочешь вводить санкции, хочешь руководить этим миром, тебе практически невозможно снижать расходы бюджета. Поднимать налоги. Ну, хорошо, они доиграются до того, что многие американцы задумаются о том, как менять налоговую юрисдикцию или еще что-то. Хотя это вряд ли. Скорее, другие вещи начнут происходить. Пойдет некоторое замедление экономического роста. Поэтому я думаю, что мы находимся в определенной ловушке. Я думаю, что нынешние процессы, они временные и приведут к какому-то очень серьезному кризису. Какому и как он будет развиваться, будем думать вместе. Это пока очень сложно сказать. Но то, что сегодня единственное, что поддерживают рынки, это колоссальная ликвидность. Мы это все понимаем. В какой-то момент эту ликвидность придется сжимать. И чем позже это произойдет, тем страшнее будет удар по рынкам. Поэтому, вот видите, я в принципе глобально, то есть стратегически я пессимист, но тактически сегодня я оптимист, потому что прекрасно понимаю, что пакет 1,9 приняли. Хорошо, деньги рано или поздно будут в той или иной форме на бирже. Что дальше? После этого пойдет новый пакет, инфраструктурный. Но мы же не дети, прекрасно понимаем, что часть из этого пакета опять же будет на бирже. Ну а дальше, слушайте, ну что, они будут до бесконечности принимать эти пакеты? Ну хорошо, долг станет 200% от ВВП. Дальше-то что? Сколько веревочки не веся? Потом поймите, весь мир – это искусство альтернатив. В конце концов будут возникать какие-то альтернативы. Сегодня американскому долгу альтернативы практически нет. Я думаю, что альтернативы появятся в тот момент, когда все поймут абсурдность этой ситуации. И она… Вопрос даже не в том, что поймут, а все осознают это на своих пальцах. Вот как-то так. Ну, собственно говоря, с тем, что мы обсуждали, это тоже достаточно близко, потому что мы смотрели на тактические ситуации. А по поводу долгосрочных рисков у нас в докладе есть специально про то, что будет происходить с американским бюджетом и кредитным качеством в случае даже умеренного повышения ставок. Что это, в общем-то, как сказать, тропой у самураев, то есть в сторону японского долга. Соответственно, вопрос может быть в продолжение. С одной стороны, как бы есть американский госдолг, а с другой стороны, есть как бы американская экономика, реальный сектор, рынок акций. Понятно, что мы меньше про рынок акций, но больше как бы про само экономическое развитие. То есть вот насколько тот рост на стероидах, который биржа показывала в последнее время, он транслируется в отраслевую структуру и вообще, как сказать, именно в американскую экономику? Или все-таки потенциальное повышение налогов убьет и этот сегмент? Да нет, повышение налогов не будет таким уж драматическим. Обратите внимание, повышение налогов будет гораздо меньше, чем было в свое время снижение при Трампе. Это первое. Второе. Да, это ударит по ряду отраслей. И, кстати говоря, вот эти вот игры вокруг зеленой экономики, транспарентной экономики, тоже до добра не доводят. Понимаете, сегодня нужно вкладываться в ответственную экономику. То есть, понимаете, с одной стороны, есть западный мир, который говорит, давайте вкладываться ответственно. С другой стороны, есть остальной мир, который говорит, давайте вкладываться эффективно. А теперь давайте зададим себе вопрос, кто из них победит. Значит, все вот эти игрища, они, ну, я немножко отойду в сторону, игры с толерантностью привели к тому, что Европа непонятно она уже чья. Игры в этом направлении приведут к тому, что просто и Европа, и особенно Америка начнут терять свои лидирующие позиции. Вот и все. То есть, я считаю, что это путь в никуда. Потому что, ребят, либо мы развиваемся в сторону эффективности, либо мы развиваемся в сторону неких мифов, которые сами себе придумали. Но потом не обессудьте. Вот, собственно, и все. И в какой-то момент... Построение всемирного Сабеса. Ну, в каком-то смысле. Ну, да, они, ребята, идут именно туда, понимаете? И в этом весь ужас. Кто не строит всемирный Сабес? Ну, пока китайцы не строят. Пока Юго-Восточная Азия. Вьетнам уж точно его не строят. Индонезия, Малайзия. Да и развивающиеся страны. Я не думаю, что Индия так настроена в сторону вот этого самого ответственного инвестирования и так далее. Так что, я думаю, что потихонечку просто, скажем так, старый мир будет потихонечку просто сдавать позиции. Причем по собственной глупости. Но проблема в том, что они это никогда не признают. Они будут считать, что они правы. И, более того, постараются навязывать свои правила игры. Так что геополитически, я бы даже сказал геофилософски, мы находимся на стыке очень интересных времен. Борьба, с одной стороны, эффективности, а с другой стороны, ну, неких, я даже не знаю, как это назвать, стигм, стереотипов, пожеланий. То есть, давайте жить все при социализме. Ура! Давайте, чтобы у нас была чистая энергетика. Ура! Ну, а рядом более эффективная, но другая. Вот это очень интересный эксперимент. И, вы знаете, для меня он абсолютно пока не опознан. Я думаю, еще для всех. Будем вместе думать. Ну, да. Да, в общем-то, такое ощущение, что это обещали коммунизм в 1980 году. Ну, вот на 40 лет ошиблись. Видимо, 40 лет ходили по разным местам. И коммунизм стали строить не там, где его планировалось построить, а совсем в другом месте. Так сказать, постановление 20 какого-то съезда партии в жизнь. Вот. Если без шуток, огромное спасибо за участие, огромное спасибо за поддержку мероприятия. И, надеюсь, что называется не в последний раз. Сейчас перейдем к ответам на вопросы. В этот раз как и участников очень много, так и вопросов достаточно много. Соответственно, вопрос первый. Вливание в американскую экономику от Александра Кибалки, надеюсь, правильно поставил ударение, опосредованного разгона инфляции в РФ. Как это может сказаться на курсе рубля и ставках в РФ? Какие защитные активы выбрать частному инвестору? Ну, как бы последний пункт. Как бы мы, как представители рейтингового агентства, ничего сказать не можем. Значит, опосредованно, естественно, как у нас экономика экспортная и сырьевая, то, естественно, то, что вот говорилось, действительно приведет к некоторым росту инфляции. Но наши власти, вот опять же, если бы мы проводили этот вебинар две недели назад, наверное, комментарий был бы несколько другим. Наши власти явно решили быть ультраортодоксами в плане денежно-кредитной политики. И, что называется, если у нас есть в каких-то компонентах инфляции импорт, то все остальные будут давить при помощи процентных ставок. Хотя, опять же, тут еще будет ответ на вопрос, идет, как бы, идет, насколько монетарна наша инфляция российская? И насколько она доморощена? Соответственно, скорее всего, мы увидим, действительно, рост инфляции в тех сегментах, которые заточены на импорт. Но при этом достаточно жесткое давление со стороны, скажем так, и на рынок услуг, то же самое, что в Соединенных Штатах, только доморощенное. И давление со стороны процентных ставок – это уже конкретно наше, что называется, явление. Поэтому, да, рост некоторый будет, и он идет, но, скорее всего, его будут оптом давить. Заодно могут задавить много чего полезного. Но это, как бы, политика Банка России по данному вопросу. Может быть, у Марселя Робертовича будет другое мнение или комментарий? Спасибо, Антон. Нет, я в целом согласен, что российские власти показывают, что они готовы бороться сейчас с инфляцией, готовы идти на более, наверное, решительные шаги с точки зрения повышения процентной ставки. Я не думаю, что в России существует какая-то глобальная проблема с инфляцией, что мы переходим на какой-то новый уровень. Да, скорее, мне кажется, в России все более или менее нормально. Поэтому, ну, можно быть спокойным. Как говорил Карлсон, спокойствие только спокойствие. Значит, следующий вопрос про продовольственную инфляцию, которая достигла рекордных за 15 лет уровней. Насколько сильно ее разгонит щедрая фискальная политика администрации Байдена? Это интересный вопрос, потому что, скорее всего, именно в самих Соединенных Штатах она ее разгонит не сильно, просто потому что там, как сказать, спрос у бедных слоев населения поддерживается за счет разного рода программ. И, собственно говоря, доля продовольствия в американских индексах не столь велика. И вряд ли, как сказать, потраченные стимулирующие деньги будут потрачены на еду. То есть, да, американская пресса любит рассказывать про то, как семьи оказались чуть ли не на грани голода, но это в основном, как это сказать, эти истории несколько месячной давности, потому что программы поддержки оказались достаточно щедрыми. А вот то, что развивающиеся рынки, получив деньги за счет, например, экспорта, начинают активно потреблять продовольствие, мы это уже наблюдали в конце нулевых годов, и, собственно говоря, то, что спровоцировало арабскую весну, в том числе, это был действительно неконтролируемый рост цен на основные продукты, потому что что делают бедные страны и население бедных стран, когда у них появляются деньги, тут же улучшается рацион. С другой стороны, сейчас почти все заняты расширением производства продовольствия, если мы посмотрим и на Китай, и на Индию, как сказать, Россия тут в каком-то смысле с приоритетом внутреннего рынка над внешним и вот этой вот историей с пошлинами немножко другая история, поэтому я бы сказал так, что на продовольствии, скорее всего, именно Пайдоновский пакет скажется не сильно, опять-таки фермерским штатам там не очень сильно помогают, потому что они голосуют не за тех, за кого надо, но при этом через развивающиеся рынки эффект определенный будет. Так, границы для уровня процентных расходов к доходам бюджета, от приемлемого к высокому. Это вопрос творческий, потому что это сильно зависит от страны и ее конкретной политической культуры, а также от структуры долга. Условно говоря, если мы посмотрим на, например, расходы, долг у страны, если он относительно короткий, то даже низкие процентные ставки создают достаточно некомфортный уровень. Если, наоборот, долг очень длинный, как у Греции, то, собственно говоря, какие бы ставки ни были, да, там уровень нагрузки высокий или у Японии, но будучи практически нулевые ставки, что называется, этот запас карман не тянет. Поэтому в Соединенных Штатах есть известная структурная проблема. В силу особенности политического устройства, политической культуры, так сказать, структуры выборов президента и сената и так далее и тому подобное, они легко понижают налоги, с трудом повышают. И сейчас вот то, что произошло буквально в последние несколько лет, это то, что республиканская партия, которая всегда была оплотом фискальной стабильности, сейчас ее как бы большинство внутри партии скорее, как сказать, тоже воспринимают и инфляцию, и рост госдолга как бумажный тигр. То есть вот то, что сейчас республиканцы упрутся рогом, даже имея большинство в Конгрессе, как было в 2011 году, и лягут ко сми, чтобы не давать увеличивать госдолг, сейчас это невозможно, даже если, так сказать, президент-демократ и есть возможность кинуть ему шкурку от банана. Поэтому вот здесь ответ по поводу творческого компонента. Если мы посмотрим, в какой момент те или иные страны вынуждены принимать жесткие меры развитые, то, наверное, вот то, что, условно говоря, все, что свыше 5% ВВП в случае с Соединенными Штатами, это четверти бюджета идет на обслуживание госдолга, это уже чревато и опасно. В других странах это может быть больше. Потому что, опять же, надо помнить, например, в Соединенных Штатах огромные военные расходы, которые, опять же, в силу особенностей политического устройства, невозможно, их невозможно сократить. То есть это оказалось возможным только в 90-е годы в силу изменения геополитики, и то в 2000-е годы пришлось их опять наращивать. Поэтому надо понимать, что американский бюджет раздут именно за счет военной компоненты, которой нет у подавляющего большинства других стран, либо она сильно меньше. Так, вопрос про текущие прогнозные показатели и факторы роста экономики США. Значит, все-таки мы не специализируемся на американском рынке, поэтому, наверное, этот вопрос лучше адресовать профильным структурам, но прокомментируем в рамках того, что есть. Соответственно, текущие показатели, то есть понятно, что сейчас мы будем видеть бешеный рост на фоне плохих данных во втором и третьем квартале, это практически везде. Мы увидим достаточно хорошие показатели по этому году, то есть тут такой общий консенсус. В Соединенных Штатах достаточно активно идет и вакцинация, и, что называется, без вакцинации восстановление экономики, восстановление рынка труда. Собственно говоря, один из аргументов против повышения минимальной зарплаты, тот, что реально на большинстве американских рынков, кроме самых дремучих, минимальная зарплата уже подтянулась к этому уровню. То есть вот мне недавно довелось побывать в Соединенных Штатах, что называется, по семейным делам, причем в глубинке, и я там регулярно общаюсь со своими родственниками, которые живут по стране, то есть реально уровень, очень многие вопросы, они не решаются прямыми предписаниями. То есть как бы и ключевой вопрос, драйверы роста понятно, стандартные. Если обычно это рост потребления, то сейчас, скорее всего, потребление будет не сильно расти по сравнению с прошлым годом, потому что в прошлом году его повысили, но будет расти за счет увеличенных госрасходов, причем не только увеличиваются федеральные расходы, но и добавили штатам, добавили субъектам, добавили муниципалитетам, и за счет, скажем так, усиления инфраструктурных расходов в более длительном периоде. То есть, скорее всего, да, будет выше инфляция, но не катастрофически, и будет выше рост. Значит, эпоха сверхдешевых денег может привести к неэффективному вложению капитала. Значит, пока у нас кризис, пока у нас все живут, кто на стероидах, кто на ИВЛ, смотря как, так сказать, я думаю, что с учетом эпидемии медицинские ассоциации достаточно велики и достаточно тяжелые, вот, и наиболее актуальны. На самом деле, после любого такого периода бурного роста госрасходов и бурного роста, скажем так, перегрузки в отдельных секторах, пузыри лопаются, и мы это видим, как сказать, доткомы после бурного вложения в интернет, потом все стабилизировалось, и вот те успехи, которые IT-индустрия показывала в нулевые годы, это во многом продукт того безумия, которое творилось в самом конце 90-х, начале 2000-х. То есть такая болезнь роста. Поэтому сейчас мы увидим, скорее всего, очень достаточно много этих историй. Ну и второе, на самом деле, то, что сейчас, в прошлом году, за счет как бы даровых денег, например, масса инвестиций была в коммерческую недвижимость с целью ее перепрофилировать, что после пандемии люди будут работать из дома, соответственно, нужно больше жилья, нужно меньше офисов. А если человек – стадное животное, и так не будет. Скорее всего, в этом секторе будет очень сильная, как это сказать, сильная перелокация капитала. Поэтому вот здесь мы не можем знать, что происходит, но уже видно, как надуваются пузыри. Дешевые деньги практически, как это сказать, без вариантов приводят к надуванию пузырей. Ну вот оно и есть. Марсель, может быть, опять же, альтернативное мнение? Или, наоборот, скорее согласен с выдвинутыми тезисами? Так, звук. В целом, по поводу неэффективного вложения капитала, да и как это скажется на реальной экономике, ну да, я согласен с тобой, Антон, что это, ну как сказать, не та проблема, которая сейчас стоит в первую очередь. Да, существуют, естественно, риски того, что, ну и это уже происходило, да, там, не знаю, последние 10 лет, когда мягкое ДКП было практически везде. И это, по сути, создавало большие стимулы вкладываться в рынок, в финансовые активы, да, в меньшей степени вкладываться в какие-то, ну, там, то, что называется реальная экономика, да. То есть, если мы посмотрим, там, на байбеке, на то, что, как там тратят средства, там, крупнейшие корпорации, да, там, слияние поглощений и так далее, то видно, что, собственно говоря, сверхдешевые деньги, они создают стимулы для того, чтобы, ну, заниматься такими, скорее, в большей степени финансовыми операциями, нежели вкладываться, ну, там, в инвестиционные проекты, расширение производства и так далее, и так далее. Но если мы думаем, что этот период и будет продолжаться, и, может быть, да, дольше, чем казалось раньше, то это также будет происходить, да. Деньги, вот то, что говорил Евгений как раз в своем комментарии, ну, да, деньги те или иные инфраструктурные, там, или какие-то антистимулирующие, они частично все равно перетекают на рынок, его стимулируют. Поэтому все это, ну, как бы, в какой-то степени плохо для реальной экономики, хорошо для финансовой экономики, но, да, но это не самая большая проблема, которую сейчас, наверное, имеет смысл обсуждать. Вопрос про перспективы золота, наверное, опять же, лучше адресовать профильным специалистам. По поводу золота у нас был вебинар в ноябре, достаточно, как бы, интересный, с Марией Красниковой, которая, как бы, один из главных гуру по золоту на российском рынке. Все материалы висят на сайте агентства и в нашем YouTube-канале. Там можно ознакомиться, ну, а дальше, как сказать, что изменилось с тех пор, наверное, можно сделать поправку. Я вот думаю, лучше адресовать, как бы, к профильному мероприятию. Значит, чем плохая экономика Японии, если США пойдут по этому пути? Это как-то не лучше, а иначе, не хуже, а иначе. Там другая структура населения, там другая демографическая структура, там другое политическое устройство, принципиально другое, другое устройство налоговой системы. И, условно говоря, ну, если уровень долга и уровень расходов японский навесить на Соединенные Штаты, то, скорее всего, это приведет к достаточно быстрой деградации госсектора и либо резкому росту налогов и, соответственно, снижению темпов роста. Наверное, в Соединенных Штатах в силу особенностей местной политической системы это большой радости не вызовет, и поэтому либо этого не случится, либо экономика быстро пойдет в разнос. Поэтому, наверное, вот так. Это не хуже, это просто по-другому. Вот тут есть поднятая рука. Может быть, дать слово коллеге? Да. Даже две поднятых руки. Да, здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Криничанский Константин, Финансовый университет. Огромное спасибо, коллеги, за ваш вебинар, за вашу работу. У меня вопрос так перекликается с... Мы обсуждаем новый курс Байдена, но, насколько я понимаю, тот эффект инфляционный, особенно продовольственная инфляция, он был вызван курсом предыдущего президента Трампа. Мы знаем, что Китай провел значительные закупки продовольствия, нарастил свои резервы. Сегодня практически они до предельного значения достигли. И здесь есть определенная проблема, связанная с тем, что в случае, если случится, допустим, неурожайный год, или что-то такое, какой-то очередной коллапс, то Китай вряд ли поделится своими резервами, или будет их каким-то образом снижать. И в этом смысле инфляция только может усилиться. То есть в этой связи, если мы смотрим на риски ослабления инфляции или усиления инфляции, на мой взгляд, риски усиления инфляции сегодня гораздо более высоки, чем, возможно, мы с сегодняшнего обсуждения даже, так сказать, их оценили. И вот это первая часть моего высказывания. Вторая часть высказывания, она связана с тем, насколько действительно быстрыми темпами росли процентные ставки в США. Беспрецедентно высокие темпы роста. И остановить это повышение смогли только экстренными мерами. Соответственно, насколько... Это вопрос, наверное, вам, Антон. Как вы оцениваете все-таки возможный риск повторения, вот это вот ускорение роста процентных ставок, во-первых? И второе, это то, что такой совокупный рыночный интеллект, который вызвал ускорение роста, он ведь был основан на чем-то, ну и, скорее всего, это именно рост инфляционных ожиданий вызвал этот рост. Можем ли мы сегодня говорить о том, что мы где-то там, ну, в общем, судим об этом интеллекте как о какой-то ошибке? Это я просто перекликаюсь с тем, как вы, ну, в общем, комментировали то, как структурно оценивается сегодня рост инфляции и потребления в США. Вот здесь есть, мне кажется, определенная тоже недооценка риска. Ну вот, примерно два таких вопроса. Спасибо большое еще раз за ваш вебинар. Соответственно, по вопросу о продовольствии это, наверное, нужно обсуждать отдельно, потому что там мнения есть самые разные. И действительно, мы сейчас видим сочетание разных факторов, которые приводят к опережающему росту цен на продовольствие. С другой стороны, как известно, цены на продовольствие крайне волатильны. Поэтому, если в этом году будет хороший урожай, особенно в Соединенных Штатах и Южной Америке, то динамика будет совершенно другая. То есть ровно поэтому биржевые цены на продовольствие постоянно скатут. Хотя, судя по тому, сколько вопросов именно про продовольствие, возможно, один из вебинаров надо будет посвятить зерну коровам и козам. Овощехранилищам, как Эльвира Сахибзадовна. О них в последнее время стало вспоминать все после заседания Совета директоров ЦБ. Что у нас происходит с овощехранилищами? По поводу оценки или недооценки инфляции. Тут тоже есть разные мнения, но, опять же, сторожилы помнят. Условно говоря, в Бравом Саладе Швейке был прекрасный момент, когда они, не помню, то ли в гарнизонной тюрьме, то ли в сумасшедшем доме обсуждали, сколько продлится война. И Швейк высказал идею, что 15 лет. Почему? Потому что мы с 30-летней войны вдвое умнее стали. Соответственно, сейчас все коллапсы на рынках сжимаются. То есть то, что как бы раньше постепенно реализовывалось, сейчас реализовывается быстро, но и откаты происходят быстро. Соответственно, процентные ставки, как уже, опять же, Евгений Борисович, который в целом у него взгляды апокалиптические, но при этом тактически он настроен оптимистично, Федеральный резерв имеет прямой интерес поддерживать низкие процентные ставки. Администрация Байдена имеет тот же самый интерес. Там не молодые активисты сидят, а вполне старые опытные кони, которые борозды не испортят. Поэтому с высокой вероятностью в какой-то момент появится лесник и погонят всех назад. Мы можем вспомнить, что похожие ситуации были в 2008 году, похожие ситуации были в прошлом году, когда рынки шли в разнос в марте-апреле. И, собственно говоря, экономическая теория требует прихода лесника с целью повысить процентные ставки и предложить инфляцию в зародыше. Политические расклады, в том числе то, что в 2022 году переназначение Пауэлла, выборы в Конгресс и, скажем так, у нынешней администрации есть желание закрепить подготовленные позиции, скорее всего, позиция будет мягкой, а ставки будут гнать вниз. Это именно, как сказать, есть экономическая политика, а есть просто политика. И вот в краткосрочном периоде просто политика рулит. То, что потом за это придется платить, так ведь это же пойми потом, как в известном стихотворении. Поэтому как-то так. Спасибо за вопросы и спасибо за комментарии. И еще есть вопрос. Для негосударственных пенсионных фондов формируются с учетом ECG. Какие бы советы относительно правил ставок дохода для портфеля и облигаций? Опять-таки, мы этим не занимаемся. Это, наверное, надо дать обращаться в другие инстанции. Но да, ECG – это новая тенденция. 31 марта будет большая конференция, которую проводят коллеги из эксперт-бизнес-решений. Я думаю, будет прямая трансляция, будут записи, будут панели. Вот там очень подробно будет обсуждаться эта тематика как в контексте мировой практики, так и в контексте российской. Поэтому, что называется, подождите всего неделю, и вам расскажут не все, а даже больше на эту тему. Так, ну, насколько я вижу, вопросы исчерпались. Соответственно, мы как-то в этот раз достаточно компактно поговорили. Соответственно, большое спасибо всем участникам. Большое спасибо Марселю. Большое спасибо Анастасии Викторовне. Большое спасибо всем, кто пришел послушать. Соответственно, если будут какие-то вопросы, то всегда готовы их ответить в частном порядке. Заходите в Facebook, читайте телеграм-канал. У экспертра теперь есть свой телеграм-канал, в котором мы даем оперативно комментарии по широкому кругу событий как отраслевых, так и макроэкономических. И обещаем это делать чаще. И примерно через месяц, точную дату, я думаю, объявим в течение недели, мы будем проводить вебинар. Скорее всего, по рынку ОФЗ и по вопросам российской долговой политики. Потому что это, видимо, сейчас самый острый и самый актуальный вопрос. Так что следите за объявлениями, следите за рекламой и, так сказать, хорошего вам дня. Несмотря на все, что происходит на рынках. Огромное спасибо.